Я снял комнату в Дубае почти за полторы тысячи долларов в месяц. Давайте посмотрим, стоит ли эта комната этих денег. Могнали? Я вам покажу. Квартира, в которой я снял комнату, находится на двадцать пятом этаже. В билдинге четыре лифта, один грузовой, три пассажирские. Ждать долго обычно не приходится, и что прикольное, в этом доме security очень хорошая и не требует с твоих гостей паспорт. То есть ты просто приходишь, спрашиваешь, можно ли я пойду в гости, тебе карточку предлагают к лифту, и ты просто обычно проходишь. Обычно охранники очень строгие в билдингах, об этом нормальные. Вот эта квартира, в которой я снимаю комнату. Погнали. Я покажу. Кстати, это мой друг Барри, который живет в этой комнате, и он снимает. Мне придется. Погнали. В этой квартире три комнаты. Одна моя и две другие. В одной комнате живет парень из Пакистана. Барри. В другой комнате живет пара из Колумбии, это парень с девушкой, и вот. Очень повезло, все хорошие ребята. Мы с ними здесь сидим, бывает, вечерами и смотрим телевизор и Netflix. Это кухня из Китчен. Здесь вы можете готовить себе еду, здесь есть сковородки, духовка, стиральная машинка, тостер, чайник и вот такая штука, чтобы готовить тоже еду. На такую посуду, это моя соседка из Колумбии. Это наш зал, наше лобби. Тоже мой сосед. Телевизор, большой диван, балкон, на котором можно сушить вещи. Погнали, покажу свою комнату. Добро пожаловаться в мою комнату. В моей комнате. Кровать, большая кровать. Я соскучился по большой кровати после хостела. Я жил почти 8 месяцев на маленькой кровати. Большие-большие окна. С классным-классным видом на Дубай-Марину. Также в моей комнате есть свой душ, своя ванная и свой туалет. То есть я не делю его ни с кем, это чисто мой. Вот. Из главных кайфов в моей комнате есть балкон. Погнали на балкон. Вот так вот выглядит мой балкон. Давайте поговорим вообще о билдинге, где я снимаю эту комнату. Этот билдинг находится на Дубай-Марине. Вот возле такой вот речки с яхтами. Вот некрасивой речкой, которая в сезон окрашивается каким-то голубым цветом. Сейчас она не голубого цвета, а зеленого. Вот здесь пляж. У тебя пляжи минут, наверное, 10-15. Но я жил, когда на Джибиаре в хостеле, я так привык жить возле пляжа, потому что ты выходишь, у тебя пляж в двух минутах. И пока что мне это чувство еще преодолевает, мне хочется жить еще больше, ближе к пляжу. Поэтому не знаю, насколько я в этой квартире. Она классная, светлая, белые стены, классный вид. Но все-таки двор, где я жил раньше, мне нравится больше. Возможно, со временем я найду себе комнату, квартиру снова на Джибиаре. Вот. Билдинг, в котором я снимаю эту комнату, называется Skyview Tower. Хороший билдинг, хорошее лобби. Здесь в стоимость этой комнаты входит тренажерный зал и бассейн. Тренажерный зал, сразу скажу, не очень. Там всего лишь три тренажера. И так как я хожу часто в зал и тренируюсь, мне нужен зал какой-то прикольный, с классной атмосферой, где побольше народу и побольше тренажеров. Здесь в этой округе есть такие залы, но за них нужно доплачивать отдельно. Я нашел один зал, который называется UFC. Стоит 300 дирхам в месяц. Как бы это не дорого, нормально. Но бассейн в этом здании очень-очень классный. Сейчас спустимся, я вам покажу бассейн. И вот бассейн реально крутой, круче, чем у меня был там на Джобиаре. Поэтому в бассейн я хожу в Skyfine. Плачу за эту квартиру я 4500 дирхам. Но хозяин сказал, что эта цена только на лето. И с октября я буду платить 5, либо 5500. Поэтому где-то примерно полторы тысячи долларов я плачу за эту комнату. Много это или мало, вам решать, потому что цены такие в Дубае. Тут в принципе и зарплаты больше, чем в России. Поэтому когда я еще был в Саратове и смотрел, сколько стоят комнаты и квартиры в Дубае, и я офигевал, там 200 тысяч, 250 тысяч, 250 тысяч. Но когда ты здесь живешь и получаешь местные дирхамы, либо доллары, то это становится адекватным. И соотношение твоей зарплаты и аренды квартиры, оно становится более-менее логичным и нормальным. Тебе не кажется, что это дорого. Поэтому если вам кажется, что это дорого, то на самом деле это обычная цена. Главное просто много зарабатывать там. Ладно, погнали, посмотрим. Я вам покажу тренажерный зал и бассейн. Гоу! А, я сейчас еще вставлю, как выглядит вид из моих окон, из балкона ночи, потому что ночью вид намного... Хочется сказать с матом, намного круче. Тренажерный зал и бассейн находятся на пятом этаже этого билдинга. То есть очень удобно кто-то вышел и своей квартирой нажал на кнопочку, поехал на пятый этаж, поплавал, потренировался, поехал обратно на 25 этаж, все в одном билдинге. Хорошая новость для тех, кто сейчас в Дубае. Я организовал свое небольшое агентство, которое помогает людям получить туристическую визу в Эмиратах. То есть если ваш бесплатный льготный период пребывания в Дубае, в Эмиратах закончился, я могу помочь вам получить визу на один, либо на два месяца. Пишите мне в мой телеграм, либо в мой инстаграм, и я и моя команда с радостью ответим на все ваши вопросы, и сделаем вам туристическую визу, и вы будете в Дубае чуточку подольше. Вот так выглядит тренажерный зал. Здесь всего лишь скамья для подтягиваний. Вот такой тренажер, шумовая доска, скамья и гантели. То есть очень-очень мало оборудования, чтобы покачать все тело. Поэтому я еще не в мой зал. Но порой занимать тоже здесь как бы. В принципе, все, что нужно есть. Но атмосфера не очень. Как будто где-то в плохом зале, где-то у меня в Саратове. Вот так, погнали посмотрим бассейн. Бассейн классный. Прямо из тренажерного зала можно выйти на улицу прямо в бассейн. Пойдем. Бассейн реально крутой. И днем, и вечером. Он большой. С очень крутым битом. Здесь в джакузи в нем вода горячее. Но в бассейне очень комфортная. Вода такая прохладная. В жару самое то. Возле бассейна всегда мало народу. Очень комфортно. И днем, и вечером пара человек может купаться всего. Вот такую комнату я сейчас арендую в Дубае. Сколько я здесь буду, я не знаю. Думаю, что я буду в ней жить долго. Пока квартиру я покупать себе не собираюсь. Всем большое спасибо за просмотр этого короткого, небольшого, но информативного, надеюсь, видео. Надеюсь, вам было интересно. Приезжайте в Дубай. Скоро у нас будет сезон. Будет очень комфортная температура. Увидимся в Дубае. Всем спасибо. Всем пока.